Вау, да я сказочно богат Приветствую всех подписончики, с вами Саша Джиггернаут Это мой ЛП на 21 марта От меня довольно таки долго не было ничего по танкам Вот как я выпустил туториал, у меня вышло 2 ЛПшки Ну в общем-то всё, на этом я ограничился У меня за это время произошло довольно таки много таких изменений Много новых планов, которые я попытаюсь как-то это реализовать За оставшееся время Ну не за оставшееся, а за ближайшее Так вот, причина моя, почему я так в общем-то долго не делал ничего по танкам Часто бывает так, что у меня допустим после туториала Всегда, знаете, такое наступает как творческое голодание, что ли, да То есть неохота абсолютно ничего снимать Просто хочется уйти в какую-то игру В моём случае это был Fallout New Vegas Я туда накачал модификации, как в старые добрые 2012-е годы Я так же делал То есть я в то время вроде бы как бы играл в танки Но при этом пропадал днями, неделями в этой игре в Fallout Вот, и когда я уже полностью её прошёл То есть я выполнял все там побочные квесты Вот, когда я полностью её прошёл Вот, в общем-то всё опять думаю Дай-ка надо зайти в танки, записать ЛП Это было примерно дня три назад Я записал ЛП, но получилось так, что Как бы он был записан, всё там Всё было нормально, со звуком И с качеством Вот, без лагов, как ни странно Вот, но прошло как бы время Я его начал рендерить Вот, вроде как бы зарендерил И смотрю, в Payday вышла какая-то обнова Думаю, дай-ка я её запишу Начал записывать Payday Параллельно с рендером Танков Онлайн Вот, и получилось так, что у меня тупо всё спало То есть рендер в Вегасе не произошёл А там оставалось-то минут 10 Мне легче было просто реально подождать А потом записать Payday О, но я хочу всё и сразу И поэтому как бы это У меня ничего не вышло с танками Вот ЛП этот не прорендерился А я уже исходный кадр Получается пошёл и удалил Я думал, о, там уже зарендерилось А посмотрел на рабочем столе У меня пусто, ни одного видео нету И поэтому я понял, как я лоханулся Вот Ну, ладненько Я в том ЛП попытался рассказать Что у меня случилось в этом, я тоже самое буду повторяться В общем После туториала у меня возникла такая хорошая идея Делать туторы чаще Ну, конечно, сложно будет и для меня И, в общем-то, это может сказаться на самом исполнении тутора Там может быть меньше монтажа Меньше они По Этой По времени могут быть Но всё равно Как бы Надо стараться их делать чаще Потому что Основной заработок То есть Опять же Да, за деньги, за деньги я снимаю Основной заработок На Ютубе у меня идёт Не за счёт ЛПшек даже Не за счёт каких-то там Других левых видео Даже не за счёт стримов Потому что За стримы платят ребята Гораздо меньше Это вам Так, это В помощь Начинающим ютуберам Которые думают Что вот если они будут стримить И у них там будет По 10 тысяч просмотров На каждом Это будет хорошо Ну, конечно же, да Это скажется Скажется на аналитике вашего канала Но при этом Вы будете получать гораздо меньше Чем за обычное видео Это я понял на своём собственном примере Возьмём, допустим, такую ситуацию Я Начал стримить в январе После новогоднего туториала Вот У меня аналитика канала Плюс 30% Везде была Вот Но получилось так Что заработок Заработок Я просто быстро проговариваю Заработок у меня сократился На 15% То есть Чуете разницу? Вот Если, конечно же, стримить То есть Если прям днями и ночами стримить То, конечно, да Вы в минусе не останетесь Но Если вот Делать как я То есть там Пару стримов Или там Несколько штук стримов На неделю И при этом Вы никак не окупитесь Чё он на меня залез Пиздюк монолитний Хуесос Слетьте его кто-нибудь Да, он наконец-таки слез Давно он за мной По всей карте катался Этот Хуесос Ну и вот В общем-то Стримить Начинающим Ютуберам Я не советую Потому что От этого Вы никакой плюс Не получите Ну чисто Накрутить себе Просмотр Честно Между нами говоря Потому что За стримы Как-то там Отдельно Это идет Какая-то Какая-то формула Что вам Начисляются просмотры Вот В общем-то Со стримами Пока я Как видите Завязал То есть Да, хорошо Там Мы можем пообщаться Там В прямом эфире Там С задержкой В 30 секунд Вот Но Как-то это все равно Не очень сказывается На аналитике Вот И Как я и говорил Будут выходить Часто туториалы Какой я хочу сделать Это На свое День рождения Постараюсь Ребята Выложить То есть Не факт Ну Тема будет Довольно-таки Банальная Как правильно Праздновать День рождения В ТО В общем Че там надо делать В общем Как там Отрываться Че Вот Это я вам все Продемонстрирую Конечно же Опять же В такой Юморной форме Вот Много стеба Много юмора Постараюсь Какой-нибудь сюжет Может придумать Засунуть Вот Как я смотрю По аналитике Вам Как праздновать 8 марта Довольно-таки Понравился Эта тема Зашла у меня Вот Постараюсь Вас так же Не огорчить Вот Насчет новых Проектов Хочу я запустить Конкурс Помнится Один раз Я говорил Что никаких Конкурсов Я делать не буду Но потом Я в один прекрасный Момент понял Что По сути Это сама Основа Накрутки Себе Пользователей Пользователей Подписчиков В общем Многие Там Пропиарились На Сапиоре Много Там Кто Пропиарились На Каких-то Других Конкурсах Вот У меня Будет Такой Знаете Ладно Не подумайте Что это Какое-то Примитивное Что-то Типа Саперы Или Там Какие-то Дуэли Или Гонки Которые Сейчас На Каждом Сука Втором Канале Вот А Гоняться В танках Онлайн Я не буду Говорить Кто Из нас Начал Я Еще Эти Гонки Снимал Год Назад Примерно Только В таком Довольно Таки Кинематографическом Стиле С Монтажом Вот Сейчас Как бы Все Это Хотят Повторить Все Это Монтируют Вот Это В общем Как и победителем Так и Проигравшим Ну вот В общем-то Я вас Немножечко Заинтриговал Будет Конкурс От меня Потом Как я И писал В своей Группе Будет Такой Ознакомительный Видос Анонс Как я Люблю Вам Говорить Буду Я вам Там Рассказывать Что Будет За этот Год То есть Что За этот Год Со мной Случилось Подведем Итоги Как Там Вообще Это Сказалось На моем Ютубе Там На Мне Самом Вот И В общем-то Будем Так Вот Мутить Все Вот Запишу Я Как всегда Около Своя Машина Как Вы Любите Уже На Этот Раз Не На Обычную Камеру А На Зеркалку То есть На Ту Самую Камеру На Что Мы Снимали Новогодние Покатушки Или Как Там Походушки Можно Назвать Вот Запишем Мы Это Потом Наверное Раньше Выйдет Анонс Конкурса И Что У 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 Такой Известный Юморист Вот И Есть Еще Одна Команда Взрослых Дядек У 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 Э У У У У У У У У Битва Закончилась Ладно Выйдем В гараж Мы Затащили Кстати Я На Третьем Месте Это Знаете Этот Л.П Я Не Столько Хотел Вам Показать Боя Сколько Так Немного Вам Рассказать Че Че делал все это время почему меня так долго не было вот что я еще хотел лпшки кстати скоро там я не знаю сколько их по счету осталось грубо говоря меньше 20 лп вроде 15 даже меньше 16 14 лп вот и как-то надо это все закруглять и придумывать также новый проект который мне будет удобно записать в любой момент любой момент смонтировать и предоставить вам а вам при всем при этом должно быть это интересно вот так что я сижу и ломаю голову ладненько в общем то ребята все я вам рассказал все что хотел и все что не хотел там спалил немного вам инфы вот ожидайте в общем-то 19 апреля пока пока мне надо сделать свои все дела в реале там квн нормально выступить потом уже как-то заморачиваться насчет ютуба в общем подписывайтесь на канал вступайте группу вконтакте лосики я тоже одобряю увидимся в апреле